Торгово-развлекательный центр «Французский бульвар» вместе с кинотеатром «Аймакс» показали нам новогодний сюрприз до премьерный показ фильма «Слуга народа 2». Все-таки он же такой наш, родной, друзья мои, все в кинотеатре. А пока смотрите, как это было в нашем программе. Я сделаю все, чтобы эти законы были приняты. Смешно. Что, ты действительно его выпустишь? Выпущу одного, посажу всех. А чего ты думаешь, чего не думаешь? Хотелось бы побачить президента. Как появилась идея привезти сюда этот фильм? Ну, конечно же, мы познакомились с Петром Никитиным. Это актер, который снимался в этом фильме. Он из Харькова. И он принес к нам эту идею, принес к нам этот замечательный план, чтобы мы, единственный город, кроме Киева, организовали в планете кино до премьерный показ «Слуги народа». Пригласили сюда режиссера, пригласили актеров, сценаристов, вип-гостей, прессы, чтобы сделать все это на уровне не хуже, чем в Киеве. Как вам работалось уже с кино работой «Слуга народа»? Сериал снимать длиннее. Ну, понятно, что кино – это целостное произведение. Понятно, что оно должно быть... Хотя мы снимали лишь параллельно кино и сериал. Мы снимали художественный фильм «Слуга народа 2» и сериал одновременно. Это очень сложно. Говорят, кино получилось. Я уже ничего не понимаю, потому что я насмотрелся его вдоль и поперек. Я этого видеть уже не могу. Поэтому это все должен уже оценить зритель. Я этого ребенка родил, занимался этим 9 месяцев. Роды были сложные. И теперь вот смотрины. Как же появилась идея создания фильма? Скажем, это родилось из необходимости. Вот так изменения в Украине, изменения и в кино, они должны быть отражены. Вы верите, что на самом деле рейтинги-то у Владимира Зеленского сейчас колоссальные? Верите, что все-таки станет простой комик президентом? А, не, Володя прямо говорил, что он не собирается. Политика – это грязное дело. Но пытаться донести людям правду мы можем фильмами и своим творчеством. Мы актеры ведь просто. Тарас Андреевич, давайте поговорим о вас. Президент Голубородько призначил Ивана Василюка новым губернатором Харківской области. Голубородько поставил твоего человека. Вы когда работали над ролью, пробовали брать взятки? Нет, мне никто не давал. Кого играли? Возлюбленную? Да, я играла Даму сердца. Как вам играть Даму сердца, главного героя? Очень здорово. Это очень здорово. И роль очень интересная. Вы увидите, я вам пока карту не буду раскрывать. Потому что если я сейчас скажу хотя бы пару слов, вы все поймете сразу. Будет неинтересно. Очень много смешных моментов, вырезанных из фильма. Как вы подшучиваете над Владимиром, как вы издеваетесь над актерами. Это все будет происходить и дальше. Вы сами по себе такой человек. Очень много актерского образования. Поэтому я такой, видимо, игривый. Такой есть и жизнерадостный. Хотя, бывает это и по неволе, конечно, уже шутки. Но оно бумерангом бьет атмосфера на площадке и результат. Поэтому у нас она такая доигривая, веселая вообще. Начали! Ты нахер падла! Слушай, где ты? Да, ты так сильно. Ты специально для съемок. Я в бар. И пусть кто-то попробует меня остановить. Как известный харьковский и не только харьковский блогер. Как вы попали сюда? Пригласил «Квартал». Я очень много смотрел фильмов «Квартальских». И они, наверное, почувствовали мои флюиды. И написали на почту с предложением сняться в фильме. На что я с удовольствием согласился. Сняться в фильме? Вы снимались в фильме? А, да. Мы же не знали! Да, да. Сегодня состоится дебют. Ну, коротенькая, маленькая роль, зато с «Кварталом». Идея простого учителя, который стал президентом, да? Я вот простая актриса из Харькова. Как мне попасть в 95-й квартал? Вам нужно сейчас подойти к режиссеру, к авторам 95-го квартала. С ними познакомиться. Может, они и в вас увидят то, что увидели во мне. Коррупционера? Ну, во мне они не видели коррупционера. Они во мне видели человека, который сможет воплотить коррупционера. Я как бы, еще раз повторюсь, я не давал взято. Что людям загадать на Новый год после просмотра этого фильма? Загадать, чтобы наши политики и люди, которые управляют нашей страной, почаще опускались с небес на землю, вспоминали, что они все-таки слуги народа, почему так и называется наше кино, и что они обязаны делать все для того, чтобы улучшалась жизнь этого народа. Надо быть таким идиотом! Ну, простите, я не сдержался. По вашему мнению, получился фильм? Да, абсолютно. Я как бы... Авторы-то знают все сценарии, а мы, актеры, получаем только свои сцены. И мы не знаем весь сценарий, когда снимаемся. Я на премьере смотрел первый раз, как новорожденный ребенок. Все клево, все удалось. Почему люди должны прийти на фильм? Потому что это хорошее украинское кино. Потому что в Новый год, как не поведется, все, что загадаешь, все исполнится. Правильно? Как-то так, да? Так вот, этот фильм дает возможность людям понять, что нужно загадать в новом году, чтобы что-то изменилось. Очень понравился фильм. Действительно классный. Наполненный патриотизмом. Последняя фраза, последний монолог настолько сильный, что вот все хлопали. И действительно, вот так от души. Фильм действительно хороший, вот настолько прям уж берущий за душу. С 23 по 25 декабря планируем новогоднюю ярмарку. И розыгрыш новогодний, предновогодний. С главными призами телевизор. Поездка в Буковель. Золотая подвеска с бриллиантами. 100 литров бензина и телевизор. В общем, куча всех, куча призов. Просто приходите, покупайте подарки здесь. Мы всегда рады и всегда даем дополнительные бонусы нашим дорогим гостям.